Дякую, что телемарафоны на канале Беларусь 4 Брест сегодняшний день стал саправдным зорным часом для юных телеглядачов, которые давно марли опынуться под другий бок экрана и поспробовать себе у роли телеведущих. Больше за 10 годин, изменяющих один одного, разом с профессионалами, они провели в светле софита перед объективами телекамер. В разговоре с нами эмоций не хавают ни одни, ни другие. Мне очень понравилось и очень рада, что смогла поработать с такими профессионалами, как Катя и Денис. А также я очень рада, что мы сделали доброе дело и смогли помочь детям с Кобринского детского дома. Главное, чтобы те дети, которые сегодня, была возможность рассказать о них и показать их, найдут своих родителей. Вот это самое главное. Ну и замечательно то, что все-таки в нашем регионе, в Брестской области, очень много неравнодушных людей. Было очень много откликов, много средств, собрано много нужных вещей. И даже если это будет маленькая-маленькая-маленькая толика, это уже очень здорово, что мы так все вместе дружно начинаем лето, которого все вместе так же дружно и ждали. Ура! Эмоций и сюрпризов за этот день у студии Промога эфиру не перелечить. Так само, как и гостей, которые, кроме доброго настроя, унесли с собой подарунки к Кобринскому детячему дому. Мы выбрали Кобринский детский дом не потому, что там чего-то не хватает. Нет. Но мы прекрасно понимаем, что ребенку всегда хочется внимания. Более того, этот ребенок обделен вниманием родителей. Мне кажется, что это тоже очень важно, если наша программа поможет ребенку обрести семью. Телемарафон показал добрых людей на брызший не шмат. Подарки получились на удивление разнообразными. Это и продукты питания, и одежда, и вот самый интересный, на мой взгляд, ноутбук, и поездка в Беловежскую пущу для всех детей Кобринского детского дома, который действительно весь год. Поэтому я думаю, что в принципе дети должны быть довольны, и мы рады, что внесли свою лепту в то, чтобы сделать их дни немножечко веселее и лучше. За Виталию в студию телемарафона и ты, для кого и он проводился. Выхованцы Кобринского детского дома отримали долгошеканные подарунки. Все то, что канал Беларусь 4 Брест разом с всей областью збирал целый день. А еще они попробовали зазернуть в свое будущее. Вы ведь творчие с дольностью детей, может, не каждая мать. Но вот это пристосование по отбиткам пальцев скажет, кем вы станете в будущем. Проверим, цитую профессию я брала. Коммуникабельность, спортивная и творчая с дольностью, якости человека, закладенные природой. Гэтая прилада выявляет докладно. Взять допомогой специалисты центра «Спознай себе» протестировали деток. А выники тестов допомогут выхователям у развития детских с дольностью. Но а главный выник телемарафону, выполнена команда канала «Беларусь 4 Брест», это то, что янда умахчимость у всем же хорам проявить свои лепшие якости. Долго думали, как сделать телемарафон интересным. Как его сделать таким, чтобы детям было радостно и хорошо. У взрослых жителей нашей области, чтобы мы разбудили их сердца. Чтобы им очень хотелось сделать что-то доброе для детей. И, вы знаете, мне кажется, что у нас получилось. Телемарафон, мне кажется, не закончится никогда. Для добрых сердец всегда есть возможность помочь. Если вы не успели поудельничать в телемарафоне, а ли ждаете да помогшим выхованцам Кобрынского детского дома, у вас за все дают есть махчимость. Приезжайте у гостя дать деток у Кобрын, те приносте свои подарунки по адресе в улице Куйбышева, 64. Яны обовязково знайдуть своих адресатов. И памятайте, чужих детей не бывает, как и маленькой допомоги. Наш телемарафон от сердца до сердца скончился. Але марафон добрых справ не скончится никогда, поколь у вас открытое сердце и есть жадание допомогать. Мирослава Маньковская, Тегра Накопян, Телерадио Компания «Брест».